Добрый вечер, 20.05 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну, тут, как нам обещают, фестиваль в нескучном саду «Бабье лето», так что будем надеяться, что в соответствии с обещаниями фестиваля наступит и само «Бабье лето». Уже, кажется, пора бы. И тема у нас осенняя. Осень тревоги нашей. Вы знаете, за последние несколько недель крупнейшие наши издания, финансовые, экономические, бьют одну и ту же тревогу. Пишут об одной и той же теме. Закредитованность россиян. И коммерсанты, и ведомости, и другие специализированные издания все пишут о том, что сумма кредитов россиян выросла за последние три года в три раза, достигнув 9 триллионов рублей. В то время как доходы наши выросли всего лишь в полтора раза. Если пересчитать это на количество душ населения в нашей стране, то каждый житель Российской Федерации, включая стариков и младенцев, должен банкам 60 тысяч рублей. Но это в среднем по стране. А есть регионы, где заемщиками является 100% экономически активного населения. То есть все так или иначе живут в кредит. Так что же это такое? Хорошо это или плохо? Грозит ли России кредитный дефолт? И умеет ли Россия, по большому счету, вообще жить в кредит? Умеют ли россияне жить в кредит? Вот как, скажем, американцы. Похожи ли мы на американцев в этом смысле? Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин. Добрый вечер, Владимир. Скажите, вы видите какую-то проблему структурную в том, что сейчас происходит? В том, что вот все бьют тревогу, так выросло количество кредитов. Ага. Ну, безусловно, структурной проблемы нет. И битье тревоги, скорее всего, можно считать преждевременным. Потому что сами... Что вызывает тревогу? Действительно, достаточно нетрадиционный для российского вообще бизнеса рост потребительского кредитования. Вот вы правильно сказали, 9 триллионов рублей должны россияне. Это больше там, чем в сколько-то раз, два или три года назад. Но здесь надо понимать, что... И в основном прирост, как я понял, идет за счет потребительских кредитов, да? Не ипотечного и жилищного, а потребительского кредитования. Вот по этому поводу надо будет сделать отдельную ремарку, и я обязательно сделаю. Действительно, розничное кредитование за последние два года сделало огромный шаг вперед, огромный рывок. И действительно, вот эти вот индустриальные показатели, они соответствуют действительности и рост такой. Но надо учитывать, что вообще розничное кредитование для российского рынка – это относительно молодой вид экономики, вид финансовой деятельности, в том числе и для наших граждан. Поэтому пугаться цифрой 9 триллионов рублей, ну, совершенно бессмысленно, потому что по сравнению с другими общеэкономическими показателями, это для нашей страны цифра небольшая, если мы рассуждаем о большой Российской Федерации. Это огромная страна, 143 миллиона с половиной людей, 75 миллионов экономически активного населения. И если мы вот эти вот 9 триллионов начнем делить так или по-другому, то мы выйдем на совершенно незначительные цифры относительно дептуинкам, задолженности к доходу, задолженности к ежемесячным платежам. То есть все эти цифры, они совершенно укладываются в международную статистику, они соответствуют и даже меньше показателей многих стран в мире. Ну, и при этом, действительно, розничные кредиты, вот я даже просто думаю, что за последние три года буквально средний просто проход по городу, проход по Москве, скорее всего, количество рекламных объявлений, которые тебя атакуют в течение единицы времени, больше половины из них будут предложения кредитов. И крупные, да, если на билбордах брать, и вот скажем мелкие, в метро, вот это где-то около метро постоянно займы, микрозаймы, экспресс-займы, 15 минут без поручителя по одному документу, даем деньги под ксерокопию паспорта, вот это вот. Это, наверное, действительно проблема, потому что, к сожалению, вот этот вот бурный рост нового для россиян вида услуг финансовых, он привлекает на рынок не всегда добропорядочных и честных поставщиков услуг. Но все-таки это скорее исключение, чем правило, а я хотел бы сказать, что действительно наибольший рост в последние, точнее не в последние, а вот мы говорим там про 2012 год, и наибольший рост был сконцентрирован действительно в секторе так называемого необеспеченного кредитования. Это кредиты на покупку потребительских товаров и кредиты, выдаваемые с помощью кредитных карт. К обеспеченным видам кредитования, залоговым, относятся автокредитование и ипотечное кредитование. И вот в этой связи как раз мы фиксируем некий показатель, который несколько вызывает обеспокоенность. Это высокая концентрация задолженности россиян в секторе беззалоговых кредитов. Вот для России сейчас это больше 60% из этих 9 триллионов рублей. Это то, что человек приходит, куда-нибудь, грубо говоря, на условную горбушку, и там ему практически любую вещь предлагают купить в кредиты, и там же множество стоит этих будочек банков, которые каждый из них предлагает свою кредитную программу на покупку. Нет, нет, не только. Это кредитные карты, это кредиты, выдаваемые в отделениях банков на ремонт, на туристические поездки, на все, что угодно. Вот, это все необеспеченные кредиты, беззалоговые. А среди них насколько велик процент плохих кредитов, среди необеспеченных? Вот, и на фоне вот этого вот большого роста мы увидели что? Мы увидели вовлечение в розничное кредитование. Вот вы упомянули, что в некоторых регионах оно достигает 100% экономически активного населения. Мы увидели вовлечение в розничное кредитование части населения, которое до вот этого бурного роста не имело доступа к заемным средствам. Они не умеют истории обслуживания кредитов. Они не привыкли раз в месяц приходить в банк, вносить очередной платеж. И в связи с этим, вот, действительно, с конца прошлого года, в начале этого года, мы увидели некоторый, я подчеркиваю, рост доли просроченной задолженности в займах населения. Большой он или нет? Нет, он небольшой. Просроченная задолженность, это сейчас порядка, ну, в диапазоне 4-5% от этих самых 9 триллионов. Это укладывается в нормативы, в допустимые риски? Вот здесь очень важный момент. Как таковых нормативов нет. Каждый банк, каждый кредитор принимает на себя тот риск, который ему выгоден в соответствии со своей кредитной политикой. В соответствии со своей политикой ведения бизнеса. Готов он. И что еще мы, что очень важно. Вот мы, как Национальное бюро кредитных историй, как инфраструктурная организация на рынке розничного кредитования, мы видим, что, прежде всего, у банков, у кредиторов, у серьезных, у нормальных кредиторов, есть четкое представление об оценке этого риска. Они совершенно четко представляют, что вовлечение той или иной группы клиентов в кредитование, выдача им необеспеченного займа, с такой-то вероятностью будет нести такие-то, простите за сланг, просрочки. И они это принимают, оценивают и ведут свою политику. Минуточку, прошу прощения, если я много говорил, вы перебивайте. Нет, зачем же? Продолжайте. Это интересная тема, и мне хотелось бы вот сейчас развеять миф о чрезмерной закредитованности, миф о... Потому что пишут все, вот за последний месяц я читал аналитику, все говорят, перекредитованы, угроза дефолта, критис платежеспособности. Ну, потому что выросло, не было ничего, появилось что-то, это новое явление, когда журналист видит какую-то цифру, вот 9 триллионов, а раньше было 6 триллионов. Ну, он в состоянии посчитать, да, динамику, ничего так больше не растет. Но так... Так это хорошо, вот вопрос, который хотел задать, это по большому счету, это хорошо для экономики? Ну, конечно. Это же рост ВВП, в общем-то, в секторе банковских услуг. Это со многих сторон, безусловно, положительное явление, потому что это стимулирует спрос. Вот мы сейчас посетовали на то, что высокая доля необеспеченных судов, но 25% это ипотека. Каждый второй автомобиль сейчас покупается в кредит. Это хорошо? Конечно же, это хорошо. Спрос на розничные кредиты, вот, на том базисе, который был к началу 2012 года, когда у людей были потребности, но не было возможности их реализовать. Сейчас они получают эту возможность. Кредит, заемные средства помогают решать, ну, массу жизненных вопросов. Ну, понятно, да, так что... И с точки зрения экономики это хорошо, и с точки зрения простых обывателей и пользователей этих услуг это хорошо. И мы видим, банки же выдают вот эти вот 9 триллионов рублей, они же не с потолка взялись. Действительно много рекламы, но и спрос есть на это. Ну, реклама, конечно, имеет свой обратный эффект, потому что появляется вот эта вот иллюзия легких денег. То, что, так сказать, как просто не выбирайте, говорит банк, между покупкой нового платья и поездкой в отпуск. Купите одновременно новое платье и отпуск, и платить вы будете потом. И вот это в сочетании с теми соблазнами, которые нам транслирует массовая культура, со всеми этими сериалами, фильмами, со всей этой культурой гламуры и шоу, людей постоянно подталкивает к тому, чтобы тратить больше, чем они в результате смогут выплатить. Ну, в этой связи банки не уникальны, а они, как и любые другие организации, продающие свою услугу, свой товар, они стремятся продать больше, продать дороже, для этого используют рекламу, для этого формируют какое-то отношение к себе и к своим товарам. То же самое делают и автопроизводители, и производители техники, и риэлторы, все, кто занимаются коммерческой деятельностью. И действительно, вот людям надо уметь, когда мы говорим о финансовой грамотности, это, безусловно, часть грамотности жизни вообще вот в современном мире. У нас же достаточно большой пласт людей жил в Советском Союзе, когда не было не то, что кредитов, ну, 90% товаров и услуг, которые сейчас есть на рынке, им тоже тяжело с этим справляться. Но были, кстати, кассы взаимопомощи. Были. Вот они, в какой-то степени, мне кажется, вот этот опыт советских касс взаимопомощи, он расхолаживает наших людей. У многих такое ощущение, что вот кредит, это что вроде той самой кассы взаимопомощи, что как бы государство мне поможет. Мы периодически сталкиваемся, действительно, вот с таким представлением о кредите, о банковском учреждении, которое вот, ну, сложно понять современному или молодому человеку. Люди воспринимают кредит как помощь государства, помощь конкретного банка. Ну, вплоть до этого. У нас патерналистское мышление. Человек берет, это единичный случай, но тем не менее, они действительно есть. И вот, к сожалению, пресса, которую вы сегодня упомянули, она в какой-то степени это провоцирует, потому что идут разговоры про то, какие плохие банки. Про то, что им можно не отдавать кредит. Это вредно. Ну да, сполж. Это, безусловно, вредно. Сполжи рядом. В вопросе о финансовой грамотности первый и самый важный тезис, который должен стоять. Кредит взял, отдашь. Взял кредит, отдашь. Да, и помнить о том, что берешь чужие деньги, отдаешь свои. Продолжим наш разговор о кредитной лихорадке среди россиян после перерыва. И снова добрый вечер программы «Археология». В студии Сергей Медведев. Наш сегодняшний гость Владимир Шикин, заместитель директора Национального бюро кредитных историй. Говорим мы, естественно, о кредитах, о кредитной лихорадке среди россиян. И, собственно, вопрос, который меня здесь волнует, о том, насколько наша культура, насколько наше сознание готово к этой вот самой кредитной дисциплине. И мне хотелось бы знать ваше мнение, наши дорогие слушатели. Позвоните нам по телефону 65 10 99 6, код Москвы 495. И скажите, а правильно ли это вообще жить в кредит? Вот чувствуете ли вы себя в безопасности, если вы живете в кредит, если вы живете в ипотечной квартире, ездите на кредитной машине, ваша техника куплена в кредит? Ведь посмотрите, те же американцы, у них совершенно гигантские объемы кредитной задолженности, там до 70% американского ОВП, это взятые кредиты. Так вот, удобно ли, да, готовы ли мы к тому, чтобы жить в кредит? 65 10 99 6, код Москвы 495. Так, у нас звонок, ну сейчас давайте пока продолжим наш разговор. Да, вот звонок, секундочку. Да, здрасте, вы на линии. Алло. Сорвался звонок, перезвоните, пожалуйста, телефон 65 10 или нет, на линии. Нет, нет, на линии, на линии. На линии, вот сейчас на линии. На линии. Здравствуйте, да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Можно сказать, что я менеджер среднего и старшего звена, периодически пользуюсь кредитами по кредитной карте, был кредит по автомобилю, автокредит. Ну, что я могу сказать, я могу брать кредит только тогда, когда я знаю точно срок, когда я его могу отдать. И вы все, так сказать, всегда в срок или досрочно как-то платите свои кредиты? Да, вы знаете, и в срок, и досрочно кредитная история очень хорошая, вплоть до того, что банки теперь присылают предложения, ну, скажем так, на очень хорошие суммы. Ну, то есть вас не напрягает вот это вот состояние задолженности и то, что у вас ежемесячные графики платежей? Фактически не напрягает, потому что я всегда стараюсь рассчитать свой график так, чтобы у меня платеж составлял, ну, скажем так, до 20% это максимум отмеченного дохода. До 20% отмеченного дохода, понятно. Ну да, я думаю, подтвердит наш гость Владимир, что это такая очень здравая стратегия. Сколько, Владимир, вот... 20% это как раз средний показатель больницы, чуть больше 20%. А какой максимум вот то, что, так сказать, большинство банков берет за такой норматив? Это так называемый показатель депп-туинкум, задолженность к ежемесячным доходам. Он... Здесь сложно сказать, какой должен быть максимум, какой должен быть минимум. Но вот слушателям радиостанции и пример Александра нам в помощь, хотелось бы сказать, что и проценты вот эти очень правильно для себя фиксировать. С учетом того, что в будущем у вас же кредит может быть благосрочный, на несколько лет в будущем возможно ухудшение ситуации. И процент вот этот для себя фиксировать надо. И фиксировать ту сумму, которая остается у вас после выплаты обязательных платежей и кредита. Ни в коем случае нельзя себя загонять до того, что вы будете жить на прожиточный минимум. Или рассчитывать на какие-то будущие доходы, беря кредит сейчас. Ну, то есть 20% вам кажется такой наиболее оптимальной величиной, что выплаты по кредитам ежемесячные составляют 20% от родохода. Это сегодняшнее состояние чуть больше 20% в целом по России. И вот такой уровень, он относительно безопасен, он несет относительно умеренный кредитный риск по стране. 65, 10, 99, 6. Правильно ли жить в кредит? Удобно ли жить в кредит? Сергей на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей из Москвы. Да. Хотел привести как бы альтернативный пример. Да. Завидую звонившему до меня. Моя выплата составляет, ну, по кредиту, в месяц, наверное, где-то 55-50% от моего месячного дохода. Потому что я плачу ипотечный кредит. И, соответственно, это не от глупости, не от хорошей жизни. Это просто вот, как бы, такая ситуация. Ну, просто нет другого пути. Нет альтернативы. Ну, Сергей, бывают же разные месячные доходы. Если, положим, у вас месячный доход полмиллиона рублей, то на оставшиеся 250 тысяч можно вполне нормально прожить. Да, я вот понял. Ну, в принципе, примерно получается, да, что я, в общем-то, не жалуюсь на жизнь, но, так скажем, что больше половины. Ну, тяжело для вас, да? То есть вы считаете, что вот это вот в вашем случае 50-55% вашего дохода. И надолго это, да? Если это ипотека, сколько это? Это очень надолго, да. 10-15 лет. Сейчас это, в принципе, достаточно легко как-то переносится. То есть у меня месячный доход, скажем. Ну, то есть, условно говоря, получаю я 200 тысяч, а половину я отдаю. Вот. И, соответственно, ну, я понимаю, что это как-то очень нестабильно, страшно и все такое, но... Вы знаете, я вам скажу, это более-менее нормальное состояние. Вот я некоторое время прожил в Америке, немножко знаю как бы мироощущение людей. Это вполне нормальная ситуация была бы в Америке. То есть там практически все очень рано там покупают ипотечные дома. И вот те цифры, о которых вы говорите, да, примерно вот такой вот доход, скажем. Доход у человека там 6-7 тысяч долларов. И вот на ипотеку там, ну, 2-3 тысячи долларов он запросто может отдать. То есть в жизни американца есть 2 крупнейших таких финансовых, 2 крупнейших финансовых барьера. Первое, это когда он расплатился с ипотекой. И второе, это когда он заплатил за образование своих детей. И вот в этом смысле, конечно, вы молодец, что вы все-таки это сделали. Но мне кажется, что да, ну что делать? Вот мы вот в этот мир рыночный. Зато вы в своей квартире живете, да? Удовлетворяет? Ну, это да. Американцы все-таки более какие-то защищенные. То есть, ну, все-таки в нашей стране вот наемным работникам даже, скажем так, на хорошее... Ну, в общем, нельзя никогда быть уверенным в завтрашнем у меня так, как... Это да. Поэтому уверен американец. Как мне кажется. У вас не могу ошибаться, потому что я не работал. Согласен, согласен, согласен с вами. Да, в самом деле, здесь, конечно, устойчивость наших, так сказать, рынков труда, она оставляет желать лучшего, и люди очень часто берут кредит, да, который рассчитывая на некие будущие доходы, да? Я могу? Да, да. Да, это... Ну, вот, собственно, в ситуации с Сергеем это объяснение тому, почему... Вот вы спрашивали, какой максимальный процент должен быть, и я не смог его вам назвать, оперируя вот средними показателями. Вот человек платит ипотеку, у него это 50% дохода, но здесь еще надо учитывать то, что если бы он не платил ипотеку, ему приходилось бы снимать квартиру, то есть, не имея никакой задолженности, он решал бы свою жизненную ситуацию, ну, вот такие вот... Ну, да, человек уже привыкает к этому состоянию, но постоянно надо помнить, что ты получаешь вот это вот благо собственного дома, отсутствие арендных платежей и так далее. 65, 10, 99,6. Удобно ли жить в кредит? Правильно ли это жить в кредит? Готовы ли мы к тому, чтобы жить в кредит? 65, 10, 99,6. Код Москвы 495. Я вот о чем хочу спросить нашего гостя Владимира Шикина. А почему банки так легко стали играть в эту игру? Почему так легко стали банки давать деньги? Наращивать свой кредитный портфель? Вот это вот может быть стратегией наших банков, что они им нужны быстрые деньги и играют в короткую? Не совсем верно. Нелегко. Достаточно вспомнить 2005 год, или там чуть раньше, когда эти самые потребительские кредиты необеспеченные появились на рынке. Вы помните, сколько они стоили? Ставки доходили до 100% годовых и даже зашкаливали за этот показатель. Да. И этим занимались единицы банков, которые могли принять на себя такой риск. И вот вся система оценок и управления риском была как раз компенсирована в этой большой ставке. Потом произошло что? Появился закон о кредитных историях, появился на рынке инфраструктурный институт, Национальное бюро кредитных историй, в которые стали стекаться все кредиты, вся информация о заемщиках. И банки стали получать информацию о заемщике и о его кредитном поведении в прошлом и смогли делать прогнозы о том, как человек поведет себя, получив новый кредит. Это позволило им существенно снизить ставки. Вот сейчас ставки по необеспеченным кредитам существенно ниже, чем несколько лет назад. Ну да, но при этом все-таки они бывают там, если когда дневные кредиты, вот эти займы до зарплаты там в годовом исчислении до 900% доходят. Это несколько другой сектор финансирования. И эта медаль имеет вторую сторону, потому что, имея инструмент, позволяющий оценивать потенциального заемщика, на этот рынок стали приходить новые игроки. Вы совершенно верно отметили, что у нас сейчас изобилие предложений по кредитам. И это хорошо. Это дает возможность пользователю гражданину выбирать. Ну да, как любая более конкурентная ситуация. Напомню, наш телефон 651099,6. Удобно ли вам жить в кредит? Правильно ли вообще жить в кредит? На линии Кирилл. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень интересную тему затронули. Я как раз вот тот альтернативный житель съемной квартиры, который инфициально не хочет влазить в ипотечные кредитования. Почему? Ну, со своей позиции я в свое время как бы посчитал, при наличии там, скажем, даже 10% стоимости квартиры, да? Да. Для получения ипотечного кредита. Стоимость моей резной платы практически выходит равной стоимость погашения процента от ипотеки. Я не говорю про общую сумму. Поэтому фактически отсутствие такого груза, да, долгового, оно мне как-то позволяет лучше, проще и легче жить. Хотя, в принципе, что я взял бы в ипотеку квартиру, я бы платил те же самые деньги, которые я плачу за аренду, плюс еще я должен был дополнительно выплачивать сумму, которую я сейчас тем же самым успехом просто-напросто откладываю. Ну, не могу сказать, что хуже или лучше, потому что, как говорится, каждому свое. Каждый выбирает то, что его больше. А сумму вы откладываете, то есть у вас нет такого долгосрочного какого-то мышления, что вот потом, скажем, там через 10, 20, 30 лет все-таки в первом случае, в ипотечном случае вы остались бы со своей квартирой, квартирой, которую вы там и супруги могли бы оставить, и детям, и так далее, и самому уже жить в пансионном возрасте. А так вы останетесь, ну, и будете вы постоянно привязаны к этим вот ежемесячным платежам, к житию по съемным квартирам. Да нет, ну, опять же, если брать тот же самый рынок, ну, не знаю, наверное, недвижимости, да, еще, ну, я подхожу к этому вопросу комплексно, и считаю, что, в принципе, там покупка квартиры для меня не есть догмой, да, для меня более догмой это покупка участка и правительства дома, да. А, ну, то есть у вас есть такие свои долгосрочные приоритеты, такие структурные? Конечно, конечно, да. А покупка квартиры, это, скажем, такая третья, наверное, ступень, да, там, реализации, скорее, каких-то вопросов. Так что, и других кредитов не брали, и машину в кредит не покупали? Брал, нет, почему брал, но вот машину в кредит не брал, брал в кредит, ну, брал кредиты такие потребительские, да, в принципе, надеюсь, что там в прошлом году не совсем хорошая финансовая ситуация была. Конечно, это очень сильно давило так морально, да, но сейчас, слава богу, я с этим делом рассчитываюсь, и надеюсь, что там в ближайшие месяц-два эти все вопросы уже закрываю. И, честно скажу, не хочу брать кредит еще. Понятно. То есть, ощущение какого-то риска, да, и, собственно, небезопасности, да, который кредит, а так вы полностью контр... Да нет, ну, не то, что небезопасности, просто, знаете, такой моральный груз определенный, да, вот этого долга, он, в принципе, все-таки да, это оставляет какой-то определенный след там на... Согласен, согласен, я, так сказать, сам тоже по разным поводам брал разные кредиты, и, конечно, вспоминаю, как очень счастливые те моменты, когда ты вносишь свой последний платеж, и, так сказать, окрыленный выходишь из банка, да, ты снова свободный человек. И ты ничего не приобрел, да, ты просто рассчитался своими долгами. Да, да, да. А почему-то ощущение радости такое. Да, да, вот вы знаете, как можно купить счастье-то. Хорошо, Кирилл, спасибо. Олег на линии. Олег, слушаем вас. Да. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здесь такая интересная разница между нами и Америкой. Там люди примерно себе представляют, как у них будет экономика в стране функционировать в ближайшие, там, 10-15 лет, вот, даже несмотря на всякие возможные кризисы. А у нас, у нас вот, поскольку, допустим, в той же Москве, ну, явно жидко переотканена, допустим, та же самая недвижимость, да? Да, да. Да и рынок труда тоже переоценен, зарплаты очень высокие и так далее. Да. И вот, опять же, возвращаясь к автокредитованию, мы эти вроде как вступили в ВТО, да? И, в принципе, там переходный период должен закуриваться, и у нас должны подешеветь, в принципе, автомобили, да? Ну да, пошлины таможенные должны снизиться. Вот. То есть у нас сейчас фактически в два раза переоценена стоимость автомобиля. Ну, по сравнению с Америкой, да, почти в два раза, да. Да, по сравнению с Америкой больше, в два раза. То есть, в принципе, человек, который сейчас берет, допустим, автокредит, он, если случится что, вдруг, он даже продав свой автомобиль, не сможет расплатиться с банком. Ну да, то есть вот эти вот риски у нас сильные такие. Опять же, да, нет никакой гарантии, что за 15 лет в Москве все-таки не опустится. Это, ну, как бы, сильно заученная стоимость недвижимости. То есть, опять же, соответственно, нет никакой гарантии, что даже выплатив там какую-то большую часть банковской ипотеки и потом продав еще свою квартиру, вы не останетесь еще... Ну да, вы правы в том смысле, что у нас, конечно, да, спасибо, Олег. Правы в том смысле, что у нас очень сильные, очень волатильные рынки. И рынок недвижимости, и, собственно, и рынок автомобилей, и рынок труда. У нас нет такой устоявшейся. То есть кредит требует, конечно, очень, да, Владимир, очень такого длинного долгосрочного цикла. Длинного долгосрочного... Ну, я имею в виду, скажем, ипотечный кредит, да? То есть он предполагает некую стабильность экономики, общества. Ну, вы знаете, я хотел бы отметить, вот, меня порадовали все наши четыре собеседника, которые сегодня дозвонились. У всех у них есть, присутствует аналитическое мышление. Они все думают, для чего им кредит, как они его возьмут, как они расплатятся. Это очень прекрасно, и вот это вот можно было бы пожелать всем. Сестра, ну, у нас, так скажем, еще раз похвалю, да, аудитория Финам-ФМ у нас, конечно, нерепрезентативная по стране выборка. Я думаю, если посмотреть вот те проблемные регионы, где 100% людей берут кредиты... Это не проблемные регионы. Да? Конечно, вот вы знаете, мы обращаем внимание, что степень вовлечения граждан населения в кредитные отношения и качество обслуживания кредитных обязательств населением, они не всегда коррелируют. Есть такое дело, да. А где больше всего берут вот этих вот мелких потребительских кредитов? Потому что я читал какие-то... Везде, как я уже сказал. Ну, есть, да, есть более какая-то Кемеровская область, я читал, вот Шахтерские регионы, Урал. То есть далеко не всегда самые благополучные. Ну, на самом деле, то, что люди берут кредиты и то, что банки им дают, это можно считать и положительной характеристикой региона, потому что вот то, что человек задумывается о своем будущем и как он отдаст кредит, это не уникальная вовсе ситуация. Ну да, но очень часто люди как раз берут, особенно вот читая все эти журналистские расследования и случаи самоубийств, люди берут кредит как раз не задумываясь о том, что когда-то придется отдавать, и просто очень хочется вот этот вот четвертый айфон. Вот мы возвращаемся к самым первым тезисам нашего сегодняшнего разговора, о том, что да, в прессе есть вот эти вот жиротрепещущие рассказы, но это частный случай. А более общий как раз, будем надеяться, вот те как раз люди, которые нам дозвонились. Да, это и вот я вам специально принес... Национальный кредитный бюллетень ваш, да, где об этом во всем говорится. Ну что же, об этих цифрах мы еще успеем поговорить после перерыва. Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, наш сегодняшний гость, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй, Владимир Шикин. Говорим мы о кредитах. Каково это жить в кредит? Умеют ли россияне жить в кредит? Можем ли мы сравниться с американцами, вся жизнь которых, собственно, построена от кредита до кредита? У нас на линии сейчас академик, директор Института экономики Российской Академии Наук Руслан Семенович Гринберг. Слышите нас? Да? Да-да, добрый вечер. Добрый вечер, Саня Семенович. Только я, очень хорошо, что я вас поймаю на слове, вы должны меня сделать академиком, потому что я простой член-корр. Член-корреспондент, да, да. Особенно учитывая те коллизии, которые сейчас происходят вокруг Академии. Я там не поймешь. Вы сейчас как раз с поля битвы что-то там у вас произошли, какие-то подвижки какие-то сегодня. Я бы мог бы тоже кое-что сказать на этом смысле. Но у вас другая тема. Да, у нас другая тема. У нас тема кредитная. Вот вы знаете, вот мы пытаемся все время нас сравнить с американцами. Возможно ли это? Ну, конечно, не меньше. Мы же всегда были. Первая, вторая. Первая, вторая. По способности брать кредиты и жить вот в этой вот самой кредитной парадигме. Можем ли мы сравниться? Ну, я думаю, что, конечно, не можем. Потому что у нас это только началось. Мы еще совсем недавно жили. Правда, уже давно прошло. То есть много времени уже прошло. Мы же ведь как пятерку, там, десятку до получки. Да. Вот мое поколение взвело. А, конечно, в кредит это было что-то страшное. Я до сих пор не очень понимаю, что-то здесь какая-то напряженность. То есть русская культура, она как-то по-прежнему очень с большим подозрением смотрит на идею кредита. Это правда. Но мы ведь ребята обучаемые, в общем, быстро. И у нас мы ведь в последние годы, по-моему, из крайности в крайность бросились. Если мы раньше вообще это как бы не признавали, то теперь новая жизнь, рыночная экономика, плюс она всегда работает слабовато, если нет потребительского спроса. А если его нет, потребительского спроса, надо его искусственно создать. И вот здесь вот кредитные институты приходят навстречу. И я сам вспомню, как вот в моем доме здесь был такой магазин техносила до финансово-экономического кризиса. Я видел из окна, как продавцы буквально загоняли прохожих в магазины, чтобы те что-нибудь купили. И даже не спрашивали у них ни паспорта, ничего. То есть это гротеск, но это было реально. Ну да, тут же банки, вот эти банковские киоски, которые стоят во всех сетевых магазинах. А сегодня россияне, по-моему, берут уже слишком много в кризис, в моем представлении. Ну да, мы как раз об этом... Даже уже Сбербанк в памяти уже. Как раз об этом мы здесь сейчас и говорим. Ну скажите, вот на ваш взгляд, как экономиста, с точки зрения вообще большой экономической истории, это опасная тенденция? То, что у нас появляется такая экономика желаний, когда то, что вы говорите, нужно искусственное создание потребительского спроса. Вот эти бесконечные потребительские ряды. Дело в том, что искусственное создание потребительского спроса, это уже стало естественным, если можно так сказать. И вообще-то говоря, вот, например, мы когда говорим об Америке, они привыкли жить в кредит, и все в порядке. Это даже дисциплинирует нацию. Понимаете, надо отдавать деньги, надо поэтому работать ужасно. Они же любят работать. Я думаю, что нам ближе европейская культура. Там поменьше работает. Особенно южно-европейская, я думаю. Особенно южно. А там потому что жарко. Я против того, что они ленивые. Там просто жарко. Ну да, отдыхать долго надо днем. Ну вот. Так вот, понимаете, сейчас мы уже привыкли в кредит жить, и это нормально, наверное. Для среднего класса это очень нормально. Но у нас средний класс, средний класс у нас узкий, там процентов 20-25. А берут кредит уже больше, чем даже не относять к среднему классу. А это очень опасно. Но ты сегодня вроде гуляй, гуляешь сегодня, все хорошо. А потом отдавать же надо. Вот здесь возникает опасность. А вообще-то говоря, в нормальных, здоровых, рыночных или смешанных рыночных экономиках кредит это очень хорошее дело. И вот китайцы, например, сейчас переходят на эту новую модель потихонечку. Они тоже еще никак не разберутся. Все-таки у них экспортно-ориентированная была. А сейчас вот внутренний спрос. Их правительство даже призывает брать кредит там и покупать вещи. То есть это меняет структуру ВВП, да? Создает больше сектор услуг, стимулирует внутренний спрос. Конечно, конечно. Как только вы сыты и уже что-то там есть, квартирка у вас, там мебель, то все. Это уже совсем другая история. Здесь уже понятно, что нужны гарантии, что вы будете работать, что вы будете здоровы. Здесь все обоюдоострый процесс. И для банков плохо, когда какую-то черту переходит. Я не уверен, что уже перешли банки на такую черту. Плохих кредитов, по-моему, у нас еще мало все-таки структура. Да, да, наш сегодняшний гость. Но все равно уже легкая паника, по-моему, есть. Начинается как раз этой осенью пошло, что, так сказать, кризис платежеспособности. Последний вопрос, Руслан Семенович. Будущее, как вы видите, в будущем, в мировой экономике, доля кредитов будет только возрастать? Невзирая на вот те вещи, которые произошли в 2008 году, весь американский кризис. Да, 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 это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Он меня очень тоже мучает. Дело в том, что вот безудержное кредитование, это во всем мире было так. Безудержное кредитование и этот искусственный спрос, это был золотой век рыночной экономики перед этим кризисом. Представляете, 130 месяцев экономического роста в США. И в основном за счет кредита. Вот в чем все дело. И, конечно, здесь было понятно, что рано или поздно должно лопнуть. Но каждый думал, что он без пяти-двенадцать как-то выйдет. Барак Обама хорошо назвал эту эпоху культуры безответственности. Но что интересно, казалось бы, уже поняли, что вот эта культура безответственности ведет в тупик к новым пузырям и к краху. Но жизнь, оказалось, плавнее. А для того, чтобы завести экономику сейчас, чтобы была активность, опять нужно заниматься этим делом. Вот в чем вся проблема. Опять надо, чтобы люди ходили в магазины. Раньше они жили в атмосфере эйфории. Давай покупай, обогащайся, как-нибудь отдадим. А теперь уныние. А это плохо для экономики опять. Значит, надо опять что-то подстегивать. Вот это вот quantity easing знаменитая американская. Оно, на мой взгляд, абсолютно оправданно. Но тоже рискованно с точки зрения того, что потом может быть инфляция или что-то такое. То есть, как всегда, надо искать золотую середину. Как бы банально это ни звучало, нужен баланс и кредиты. А с другой стороны, все-таки понимать, что он не должен выходить за разумные пределы, которые, правда, научно обосновать нельзя. То есть, методом проб и ошибок понятно, что какие-то там 10%, может быть, не больше плохих кредитов и так далее. Понятно. Спасибо, Руслан Семенович, у нас в гостях. На линии был Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Академии наук, директор Института экономики Российской Академии наук. И вам тоже успехов в вашей борьбе, то, что называется uphill battle, за будущее Российской Академии. Спасибо. Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Шикиным, заместителем директора Национального бюро кредитных историй. Вот о чем я сейчас хочу поговорить. Но, прежде чем я вам задам вопрос, еще раз напомню наш телефон, студийный, нашим слушателям. 65 10 99 6, код Москвы 495. Удобно ли жить в кредит? Правильно ли жить в кредит? Расскажите ваш опыт, вашу кредитную историю. 65 10 99 6, код Москвы 495. А вопрос Владимиру Шикину вот какой. Какова должна быть роль регулятора? Вот сейчас в связи с этой вот, так сказать, новой волной в отношении, да, опасений по поводу кредитов, пошло от Центробанка, что Центробанк должен сдерживать темпы роста потребительского кредитования. Это правильно? Роль регулятора, она прописана в уставе этой организации. И там обязанности Банка России, они четко зафиксированы. Одна из них это поддержание финансовой стабильности. С этой ситуацией Банк России справляется. Мы видим его действия, которые в том числе приводят и к охлаждению вот этого вот сектора необеспеченного кредитования. Ну, я хочу здесь сказать, что вот сейчас идет действительно большая дискуссия о том, какими мерами можно и нужно ли сдерживать кредитование, снижать риски. Регуляторный метод с помощью действий Банка России, с помощью, может быть, даже есть и такие мнения, фиксирование в законах каких-то индикативных показателей, имеют право на жизнь. Вот в прошлом году Банк России ввел повышенные коэффициенты по формированию резервов на некоторые виды суд. И в начале 2013 года мы видим некоторый спад в розничном кредитовании, вот как раз в секторе необеспеченных суд. Нужно ли дальше повышать эти коэффициенты? Вопрос. Есть вторая точка зрения о том, что рынок, сам состояние рынка и профессиональные участия, сами состояние, конкуренция заставит банки уже более тщательно отсекать заемщиков. Потому что не в их интересах тоже выдавать кредиты, которые с большой долей вероятности... Да, с большими рисками. Все равно это потом переложится на плечи других. И некоторые элементы вот как раз вот рыночных механизмов, которые... Которым некоторые индикаторы мы видим уже в первом полугодии 2013 года, которые говорят о работе рыночного механизма. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Удобно ли жить в кредит? Юрий на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Сначала хотел поблагодарить радиостанцию Фином ФМ. Вы мне очень нравитесь. Единственная радиостанция, которую я слушаю. Спасибо. И хотел сказать свое мнение. Вы знаете, в принципе, я считаю, что кредит очень полезная штука, очень удобная. Но, например, у меня вот как-то непродоксально нулевая совершенно кредитная история. Я ни разу в жизни не брал кредит и не собираюсь этого делать, потому что совершенно грабительские проценты... Это, по-моему, только не видно, что проценты, которые банк берет, совершенно невероятно грабительские. Ну так, Юрий, такая учетная ставка у нас тоже не детская. Вы знаете, я не делен в экономике, как бы, вот, да, инфляция, я знаю, что такое, а учетная ставка нет. Учетная ставка — это те деньги, на условии которых, так сказать, Центробанк дает деньги другим банкам, и банки сужают деньги друг другу. Уже ставка межбанковская. То есть, вот, кстати, вопрос... Стоимость денег. Да, стоимость денег. Вот в этом смысле, да, вот, как раз к нашему гостю Владимиру вопрос. Можно ли, учитывая вот учетную ставку и уровень инфляции, наши проценты покредитно назвать грабительскими? Или там примерно та же самая, в среднем та же самая норма прибыли, что и в мировой практике? Ну, то, что у нас и риски несколько выше, потому что сегодня звучали правильные тезисы о том, что у нас и волатильная экономика, и инвестиционный климат. Риски у нас, безусловно, выше, чем в уже устоявшихся экономиках. Это первое. И второе. Вот в части ипотечных кредитов я знаю, что есть предложение с плавающей, так называемой, ставкой, где отсекается вот этот вот индикатор стоимости денег для валюты. Это либо БОР для российского рынка, там ставка рефинансирования, либо какой-нибудь другой индикатор. И дальше идет уже плюс стоимость фактически операционной издержки банка и, собственно, риски. И вот это очищенная ставка. Да, Юрий, вопрос, да. У меня в связи с последней информацией, мне надо такой вопрос. Вот правильно я понимаю, если бы учетная ставка была низкой, то процент по кредиту тоже был бы низкий, правильно? Конечно, естественно. А что мешает Центральному банку сделать учетную ставку низкой? Почему Центральный банк делает такой процент, что у населения кредит от 17 этажа выше? Почему у нас высокая учетная ставка? Это вы меня спрашиваете. Я думаю, представитель Центрального банка с удовольствием придет. Нет, ну понимаете, это не каприз. Юрий, у нас, к сожалению, уже нет времени. У нас буквально три минуты в эфире осталось, и еще пара звонков есть. Но, понимаете, это у нас, собственно, такая экономика. Это не каприз Центрального банка. Да, у нас переходная экономика с достаточно большими рисками. И в этом смысле наши экономические условия отражены в учетной ставке, и она, в свою очередь, отражается на наших кредитных ставках. Павел на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. А я бы хотел немножко по кредитам рассказать такую ситуацию. Я брал кредит в Казахстане, брал кредит в Праге, в Германии и в России. И каждый раз на недвижимость. И здесь ситуация такая, что на самом деле оно как повезет. Вот когда я брал, например, кредит в Казахстане, проплачивал его два года, потом досрочно закрыл кредит, я еще был должен банку. Еще, наверное, я не знаю, процентов пять. Но в тот момент поднялась недвижимость так, что я выиграл еще 60% сверху. Понятно. А я потом смог себе еще купить квартиру. В Европе, когда я купил себе квартиру, я купил ее по самой высокой на тот момент цене недвижимости. И при закрытии кредита два года, через два года, правда, закрыл я кредит, я попал очень сильно, потому что недвижимость так упала, что она шесть лет уже сегодня, еще шесть лет уже прошло, она не может вернуться на те цены, которые были тогда. Понятно. Здесь как повезет. В общем, как повезет. У вас, да, сколько кредитов, столько и различного опыта. Самое главное, ни в коем случае нельзя делать рефинансирование. Многие люди, чтобы один свой кредит, берут кредит в другом банке, чтобы его закрыть, и так бегают очень долго, пока все они потеряют. Ни в коем случае нельзя делать рефинансирование кредита. Спасибо. Вот это нужно людям объяснять. Спасибо, Павел. Очень хороший совет. И совсем коротко, Алексей. Алло, добрый день. Да, буквально ваше мнение по этому поводу, коротко. Я буду очень короток. Я думаю, что вопрос, ну, как бы на две части времени нет. На две части времени нет. Хорошо. С точки зрения нашей экономической продвижимости, это правильно, да, это хорошо. Кредитуется, спрос увеличивается, экономика растет. Есть стимуляция. Но ты не нравишься, но моя позиция, что это неправильно. Люди должны жить по средствам. Если ты это не заработал, почему ты должен это купить? Это банкам выгодно давать нам деньги, чтобы зарабатывать. Это продавательный товар. Продавательный товар, чтобы мы больше покупали. Ясно. Ясно. Алексей, спасибо. Ну, вот вы знаете, я в конце хочу сказать, вот я не согласен с Алексеем здесь. Это и банкам выгодно, это и нам выгодно. Кредит — это улица с двусторонним движением. Кредит нам дает возможность принять те решения, которые мы могли бы сделать, отложить на потом, принять их уже сейчас. Так что я все-таки считаю, давайте брать кредиты, не беспокоиться по поводу кредитной лекарадки. Но брать с умом, брать ответственно. Потому что кредит — это дисциплина общества. Это создание взрослого общества, это создание взрослого человека. Благодарю за участие в этом эфире Владимира Шикина, замдиректора Национального бюро кредитных историй. Это программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи.